В Токио стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию, газета RU Sport. Екатерина Кулиничева в Токио стартовал World Team Trophy, неофициальный командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России после первого дня занимает третье место, уступая сборным США и Японии. Командный чемпионат мира, на самом деле, настоящий подарок для любителей статистики. Тех, кто обожает считать расклады, прикидывать шансы и расписывать возможные результаты по баллам, кто и сколько должен набрать, чтобы команда заняла то или иное место. Первый день турнира определенно сделал жизнь таких болельщиков на ближайшие несколько дней еще интересней. Командный капустник на льду в Токио стартуют заключительные соревнования большого сезона в фигурном катании, командный чемпионат мира. Газета RU о главных. По итогам четверга сборная России, которая приехала в Токио в роли лидера мирового рейтинга, идет на третьем месте, уступая США и Японии. На самом деле, надо понимать, что это лидерство отнюдь не делало нашу страну фаворитом турнира. Рейтинг. Для стран, как и любая подобная таблица, штука достаточно условная. С другой стороны, нынешнее место, еще не показатель того, что россияне не смогут впервые в истории выиграть. World Team Trophy. Сейчас на счету у сборной России 43 очка. У Японии столько же, но в активе страны восходящего солнца есть одна победа, в короткой программе у мужчин. Отставание от американской команды, после первого дня имеющей 48 очков, по большому счету сложилось за счет двух видов программы. Во-первых, танцев. Но здесь американские позиции изначально были более выигрышными. В Токио приехал сильнейший дуэт страны, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, серебряные призеры недавнего чемпионата мира в Шанхае. В то время как первым номером нашей сборной на данный момент является дуэт-дебютант Елена Ильиних и Руслан Жиганшин. Которые, безо всяких сомнений, молодцы, завоевать в первый же совместный сезон право называться лидерами национальной команды, это очень большой успех. Но обыграть в Токио как американцев, так и любой другой дуэт из первой тройки Елене и Руслану в их нынешнем состоянии и с нынешним техническим багажом без серьезной помощи самих конкурентов было практически нереально. Собственно, россияне заняли то место, которое и должны были. Четвертое. Расстраивала только крайне невысокая сумма баллов, которую получили Ильиних и Жиганшин. Лидером они при очень хороших оценках за компоненты программы по сумме проиграли чуть более 10 баллов. Арбитрам не понравилось качество исполнения россиянами технических элементов, что сказалось и на уровнях, и на надбавках. Чемпионка мира 10 лет спустя Елизавета Туктамышева стала третьей российской фигуристкой в истории, выигравшей чемпионат мира в женском одиночном катании. Ученица Алексея Мишина. Фоторепортаж. 8 видео. Главной же причиной образования этого гандикапа стала неудача российских мужчин в короткой программе, где расклады были далеко не такими предсказуемыми. Сергей Воронов в самом начале программы облегчил каскад, сделав первым прыжком тройной вместо четверного. А Максим Кофтун допустил грубую помарку на приземление с четверного Сальхова, а затем упал с тройного Аксиля, который к тому же засчитали как недокрученный, что карается потерей в баллах. В результате два российских фигуриста расположились на пятом и восьмом местах, набрав в сумме 13 баллов. В то время как американцы Джейсон Браун и Макс Аарон принесли своей команде 16, став третьим и седьмым. К слову, также имея всего один не самым лучшим образом выполненный четверной прыжок на двоих. И если для наших танцоров любое место выше четвертого было бы равносильно подвигу, то мужчинам, конечно, нужно было бы быть повыше. Первый вид мужских соревнований выиграл волшебная японеца Юдзуру Ханю. Прекрасный прокат олимпийского чемпиона Сочи несколько подпортило досадное падение со второго прыжка в каскаде. Конек фигуриста на приземлении как будто воткнулся в лед, и Ханю просто сел на попу, как малыши, которые только учатся ходить. В остальном это было привычное для него воздушное катание, от которого невозможно оторвать глаз. Удачу Ханю вкупе с четвертым местом его соотечественника Токахи Томуры и позволили Японии догнать Россию в турнирных таблицах. Что касается короткой программы у женщин, здесь Россия и США после первого дня соревнований набрали абсолютно одинаковые баллы, по 21. Такую сумму дали как второе и третье места россиянок Елизаветы Туктамышевой и Елены Родионовой, так и первое и четвертое места американок Гриси Голд и Эшли Вагнер. После блистательной победы на чемпионате мира в Шанхае многим наверняка покажется странным видеть на первом месте кого-то, кроме Туктамышевой. Но на самом деле ничего сенсационного в этом результате нет. Россияне поменялись местами. Испанец Хавьер Фернандес выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в мужском турнире. Лучшим из россиян стал занявший седьмое место Максим Ковтун. Тем, кто видел ее тройной аксель только на чемпионате мира, могло показаться, что в этом элементе и нет ничего особенного, настолько легко и играющая Лиза сделала его на главном старте сезона. Турнир же в Токио показал, чем чревата неудача в этом прыжке. Падение с тройного акселя стоило Елизавете 3 балла в сбавке от базовой технической стоимости элемента плюс балл штрафа за падение. В результате Туктамышева менее полубала уступила безупречно откатавшейся, но без тройного акселя, американке Грейси Голд. Но вероятность подобного сценария была понятна давно, еще когда Туктамышева до чемпионата пробовала сверхсложный элемент на небольших турнирах. Но уже тут факт, что на неофициальном коммерческом старте Туктамышева не стала облегчать программу, заслуживает всяческой похвалы. Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail.